Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Савик, пятница, 18.00, в Киеве, как всегда по пятницам мы рады вас приветствовать, и сегодня не просто пятница, а еще пятница, 8 марта. Да, я, во-первых, поздравляю вас, Леся, во-вторых, я поздравляю всех женщин, которые нас смотрят, слушают, будут смотреть, будут слушать, и вообще, даже если не будут, особенно украинских женщин, которые, конечно, тяготы войны, они это ощущают не меньше, чем мужчины. И, конечно, вот, а сейчас я вам скажу странную вещь, я поздравляю французских женщин с тем, что на этой неделе право на аборт стало конституционной нормой, и это, конечно, очень важно. Эйфелева башня зажглась, и там была надпись «Мое тело, мой выбор». Мое тело, мое дело, да, как в прокодиле акции. Ну вот, так что, да, 8 марта. Понимаете, мир такой сложный, вот рядом Италия, рядом Франция, Италия, они же считают себя двоюродными братьями, а в Италии день борьбы насилия, то есть день борьбы против насилия над женщинами. Так что это вот-вот вам. Да, сегодня, да. И вот вам, пожалуйста, вот две страны рядом находящиеся, и какая большая разница. Ну, Савик, сегодняшний праздник, он в Украине сегодня, и не только сегодня, а уже какое-то время назад, он стал дискуссионным. Несмотря на то, что это официальный государственный праздник в Украине, несмотря на то, что это международный день борьбы за права женщин, в Украине часть людей принципиально его не отмечают, потому что они считают это пережитком советского прошлого и, собственно говоря, тем, что нас продолжает объединять с Россией, с агрессором. И это вызывает отторжение. И вот я даже по своей ленте, по соцсетям, там, в Фейсбуке, в Инстаграме сегодня целый день смотрю и сужу, как вот одним очень нравится и отмечать, и принимать поздравления женщинам, и цветы, а другим, ну, вообще, наоборот, вот они просто даже изначально, еще со вчера я увидела посты от многих своих там и подруг, и знакомых, мол, не вздумайте мне завтра писать и поздравлять. И я понимаю, что часть мужчин оказываются сегодня по отношению к нам, украинским женщинам, в сложном положении, потому что, как бы, не поздравить обидеться, а поздравить, может, тоже обидеться и не больше. Поэтому, Савик, да, я услышала вас. Леся, я тоже, я к этому празднику отношусь так, достаточно прохладно. Ну, для мужчин это, как обычно, еще один повод выпить. Но, знаете, я думаю, что Клара Цеткин и Роза Лексембург, они ненавидели бы сегодня Путина так же, как мы ненавидим его. Вот, кстати, это вы интересно сейчас сказали. Вот это интересно. Поэтому, ну, есть, понимаете, женщины долго боролись за право голоса, женщины боролись там, в том числе, они были очень активными в профсоюзном движении. И, ну, в общем, женщины, ну, они своего, они добились, и вот 70-е годы, феминизм, а потом этот феминизм пришел в Европу, да, вот, мне пришлось это пережить дважды. И, ну, женщина сегодня, это, ну, посмотрите, что происходит уже в европейских правительствах, да, то есть женщина, уже гендерное равенство, оно, оно, как бы, ну, на глазах у нас. Поэтому, поэтому, я говорю, поэтому я рад, я рад, что у женщин есть такие же права, и я даже где-то думаю, что если бы женщины поуправляли миром какое-то время, может быть, этот мир стал бы лучше. Вот я, так что... А, и обязательно подписаться на телеграм-канал Дмитрий Гордон, уберите плашку, пожалуйста, я редакцию прошу. Обязательно подписаться на телеграм-канал Дмитрий Гордон, кто этого еще не сделал. Вот под нашим видео можно и проголосовать сразу по ссылочке, и подписаться. Итак, нужно ли праздновать 8 марта? Друзья, всего три варианта ответа, чтобы не запутаться, дали мы вам. Да, это же Международный женский день, и он о правах женщин. Дальше, второй вариант, не нужно, это пережиток советской эпохи. И третий вариант, все настолько запуталось, что я не понимаю, нужно или нет. Выбирайте ваш вариант ответа, голосуйте, а в конце нашего сегодняшнего стрима мы с Авиком покажем, как же наша аудитория определилась. То есть, кто сегодня в каком положении находится, искал цветы или, наоборот, ничем не занимался, расслаблялся. Ну что, Саик, давайте о темах злободневных поговорим, которые важны и влияющие непосредственно на нашу жизнь. Поэтому традиционный мой вопрос к вам сегодня – это что вы считаете из главных событий, которые произошли этими днями? Ну, вычленить вот такое главное событие, да, то есть мы можем говорить, что послание президента Байдена к Конгрессу и Сенату и народу, оно было важным событием, потому что он открыл речь именно с внешней политики, и он говорил об Украине, и обговорил об Украине, ну, как сказать, ну, очень убедительно, очень даже агрессивно моментами, да, когда он сказал, что история вам не простит практически, да, тем людям, которые тормозят помощь Соединенным Штатам. Вот, это такое важное событие, я думаю, да, и в том числе для Украины, что там еще такого было, ну, не знаю, ничего такого суперпримечательного, да, то есть то, что продолжается в Газе, продолжается в Газе, да, это трагедия, она становится все-все-все кровавее и кровавее каждый день, вот президент Байден как раз сказал, что они, Соединенные Штаты построят что-то вроде порта, но это будет не порт, это, наверное, даст возможность пришвартовываться кораблям с помощью, и будут они идти из Кипра, да, и это хорошее решение, но он ничего не сказал про прекращение, то есть он сказал, что нужно долгосрочное прекращение огня, но он не высказал почти ни слова критики в адрес израильского правительства, да, то есть многих это, надо сказать, огорчило, да, в том же Конгрессе и Сенате, вот, это вот такая, это важная история, да, ну, вторая важная история, которую, конечно, все обсуждают, это Валерий Залужный назначен послом Великобритании, это новость такая серьезная, это новость вполне, вполне европейского уровня, не только украинская. Я, да, Савик, сразу могу там немножко добавить, а вы, чтобы прокомментировали, вот Владимир Зеленский вчера в вечернем обращении об этом сказал, и презентуя эту новость, он, вот я зацитирую его, сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства Великобритании генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя, дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на Агриман, наше союзничество с Британией должно только укрепляться. И, собственно, сегодня вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже сказал о том, что в Лондон кого попало, не отправляют, что это очень сильно должно усилить наше взаимодействие с Британией, учитывая, что, ну, Великобритания это один из главных, если не главный, ну, то есть на уровне с Америкой это главнейший наш сегодня союзник. Да, тем более, что Великобритания не в Евросоюзе, понимаете, и это серьезное, это очень серьезное назначение, и я должен сказать, что это хорошее решение. Ну, с моей личной точки зрения, это хорошее решение, потому что Валерий Залужный, пусть он не дипломат, да, но он точно знает, что нужно его стране. Да, и я думаю, что он будет этого добиваться. С другой стороны, естественно, то есть грядут выборы Великобритании, да, там непонятно, как пойдут, как все развернется. Конечно же, ему надо установить контакты со всеми сторонами, да, ну, я чуть не сказал даже с крайне правыми, да, но с ними, конечно, они такие, они скорее пропутинские, да, но лейбористы и консерваторы, да, несомненно, ему надо работать и с теми, и с другими, и в общем, ну, это очень непростая задача, а я думаю, что он в состоянии ее решить, да, ему понадобится время, долгое время, чтобы понять, как действует королевский дом, какие там традиции, обычаи, да, какие обычаи в парламенте, там, ну, в общем, да, ему придется нелегко, это трудная работа, очень трудная работа. А еще с другой стороны, он получит опыт политический, да, и это уже багаж такой, ну, уже не только военный, но и политический, поэтому у него открываются всякие другие возможности в будущем, да, но, возвращаюсь, самое главное, это то, что он реально будет бороться за интересы Украины. Ну, и то, что в Великобритании его очень хорошо знают, его уважают, его воспринимают, и, конечно, когда он представляет Украину, да, с точки зрения дипломатического направления, но это совершенно другой, мне кажется, уровень, то есть это усиливает нашу позицию, правда? Несомненно, несомненно, и тем более, если в ноябре в Соединенных Штатах будет избран Дональд Трамп, который, как мы знаем, симпатизирует Путину, да, то тогда Англия, ну, Великобритания может вообще стать главным мотором, да, вот, помощи Украине, вот главным, да, вот, вот, между Европой и Соединенными Штатами, да, поэтому я думаю, что вот еще и в этой перспективе это правильное решение. Ну, вот, Офис Президента в последнее время мало принимает правильных решений, но это, по-моему, очень правильное решение. Слушайте, Савик, ну, Борис Джонсон же говорил в интервью, вот, Дмитрию недавно Гордону, о том, что Трамп, в принципе, его очень хороший, там, знакомый, ну, не друг, не знаю, ну, вот, человек, которого он хорошо знает и считает, что все будет в порядке, и он будет молодец, если его выберут. Ну, так тогда Валерий Залужный, пользуясь случаем, рядом тут в Лондоне, да, отправит Бориса Джонсона к Трампу решать наши вопросы. Ну, а что тебе делать? Да, ну, знаете, Борис Джонсон у меня есть, ну, конечно же, он, как бывший премьер-министр, глупости не говорит, да, и, конечно, за каждое слово, которое он произносит, он отвечает. В этом нет никакого сомнения. То, что у него близкие отношения с Трампом, да. Вот, понимаете, сегодня Трамп принял у себя в резиденции, он принял Виктора Орбана, которого он считает лучшим европейским политиком. Как он сказал, президент Турции, да, помните? Да, да. Наверное, он считал, что он принимает Орбана из Турции? Орбана из Турции. Вот, но, знаете, Трамп такой человек, да. Я не исключаю, что он окажется иным, чем он представляется сегодня. Но это очень маловероятно. Я считаю, что у него с Европой всегда будут трудные отношения, потому что он не любит Европу, просто он ее не любит. Вот, 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 вот в этом. И, конечно, Украина для него это далекая-далекая война, которая, в общем-то, не в интересах, не в интересах Соединенных Штатов Америки. Вот тут, сейчас я найду имя, да, вот выступал на этой неделе, по-моему, на этой неделе, да, сенатор Рэнд Пол, он сенатор от Республиканской партии, он врач по профессии, да. И вот есть такой блогер, ну, нельзя его назвать блогером, он как бы на Ютьюбе, такой Сергей Любарский, он в Штатах, да, он неплохо очень проанализировал его речь. Понимаете, вот, может, наверное, вот его, он отражает точку зрения, точку зрения Трампа. То есть Украина это далеко, наши стратегические интересы не совпадают, а Украина говорит, что она защищает демократию, но в Украине демократии нет, потому что все в руках офиса, и говорит, и почему же мы должны помогать такой стране? Я считаю, что ни одного цента Украине не пойдет. Вот это была его речь в Сенате, да, вот, кто может, может послушать, послушать. У Трампа? Нет, нет, у сенатора, у Рэнда Пола. А, да, я видел, да, да, я видел. Вот, и так что, понимаете, там я больших надежд на Трампа, конечно, не, как-то я не питаю этих надежд. Ну, а вы видите Ники Гейли, на которую я рассчитывала лично. Да, Ники Гейли, не прокатила, не прокатила. Нет, нет. Понимаете, ну, тут еще один новой вопрос, да, конечно. Ну, конечно, 83% американцев по некоторым последним опросам считают Байдена слишком старым. Ну, я не говорю пожилым, старым для того, чтобы еще 4 года управлять Соединенными Штатами. А среди демократов таких людей 72%. Ну, это достаточно, это достаточно. Конечно, Трамп пошутил на эту тему, да, во время своего послания. Он сказал, когда он был избран сенатором в 72-м году, ему не позволяли брать лифт, потому что он слишком молодой, может сходить и пешком. А сейчас вот говорят, что он уже слишком стар. Ну, шутка такая, но есть эта проблема. Эта проблема есть, она реальная, и посмотрим, как она будет решаться. Вот такое, вот когда ты смотришь на опросы в Соединенных Штатах, складывается такое вот впечатление, что Трамп проиграет любому демократу, кроме Байдена. Вот это такое вот. Хорошо, почему демократы не выдвинут другого кандидата? Ну, есть, 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 есть. Вы сказали, вот вывод. Есть два кандидата, есть два кандидата. По-моему, губернатор Вернонта, который очень такой зажигательный парень, и еще одна женщина, по-моему, есть, есть у них. Но это все будет зависеть вот от того, что произойдет на конвенции. Я думаю, что эти разговоры точно идут там, да, на всяких уровнях демократической партии. Да, но, ну, вот, ну, посмотрим, посмотрим, решение окончательно еще не принято. Поэтому, и там, и очень жалко, что Камила Гаррис за эти четыре года, в общем-то, никак себя не проявила. Да, публично, публично никак вообще-то. Никак, да, и поэтому она подпадает полностью. Хотя, то есть, ну, и выглядит она хорошо, и говорит она хорошо, но сделать из нее кандидата за оставшееся время будет очень сложно. Вот, так что вот так. Ну, это послание президента и назначение заложного, я думаю, это такие два события, не только новости, но события, да, которые вот на этой неделе, конечно, привлекли внимание очень многих.